Так, ну, сейчас мы позавтракаем. С чего мы начнем? Начинаем мы с кашки. Кашка овсяная, моментальная, пять злаков, черносливом. Встряхиваем. Можно кушать двумя способами, или обрезать, ложкой черпать, или сделать надрез и просто выдавливать. Ну, это мы так, сидим с ложкой. У нас есть ножницы, специальные космические ножницы. Раз, до конца не отрезаем, чтобы мусор не разлетался, заворачиваем, ложкой разгреваем и начинаем поглощать кашку. Вкуснятина! С утра кашка овсяная, это вещь очень полезная и питательная. Даже если ты что-нибудь не успел потом перекусить, то заряда кашки, если время мало, то я думаю, что кашки этой достаточно будет, чтобы дожить до обеда. каша очень вкусная, мокрая, черносливом. Это каша, вот он название, каша. Вкуснятина! Как кашу доели, отскребли все. Пакетик аккуратненько заправляем. Раз, два. И берем те пакетики, которые у нас остались упаковочные. И вот сюда мы ее складываем на прищепку. Пока! И это временно, временное хранение мусора. Следующее, что мы после кашки? После кашки съедим омлет. Тут никакой инструмент не нужен. Новые открывашки. Раз, открываем. Вот оно. Вот это вкуснятина. Видите, омлет. Омлет, вот, жареного яичка здесь, конечно, не хватает. Ну, омлет слабо я такой. А, омлет мы можем с горчичкой. С горчичкой. Смотрите, выдавливается еще так интересно. Вкуснятина. Омлет это вещь. Его только две баночки на 14 суток. на 16, на 16 суток только две баночки, поэтому я все не съедаю, оставляю своему другу и товарищу Сереге Прокопьеву, чтобы он тоже попробовал. Следующим приходим белуги натуральный, тут уже баночка такая, будь здоров, надо ее открыть. Открываем обычным консервным ножом, раз, тряпочку кладем, чтобы не брызнуло, раз, два, три, четыре, тут уже ничего нету. Брызнула все равно, оп, капельку, все равно, два, все, открыли. Вот она, какая-то белуга, тоже редкая вещь, чтобы все попробовали, съедаем только часть, ее можно ничем не заправлять, потому что она и так вкусная. Ну, можно и подзаправить аджигой. Попробуем, что это за аджига, как она у нас будет с рыбой. Не уверен, что хорошо, но она сама по себе вкусная, эта аджига. Так, и пробуем. Оказалось, с абжигой еще вкуснее, вот это вкус, открыли новый вкус. Половинку Сереге оставляем, чтобы тоже попробовал. Так, с консервами разобрались, и переходим к таким десертом. Тут уже творог, творог с орехами. Это вообще вкуснейшая вещь, используется как валюта. Ее очень любят наши партнеры, наши друзья и коллеги, астронавты, и американские, и канадские, и европейские, и японские. И используем ее как обменная вещь, как валюта. Настоящая валюта. На творог можно выменить все. И креветки, и раков, то, что у нас нет. Так что, что нам нужно для этого? Мы ее надрезаем. Тут уже зависит от того, какой у кого род. Такой и делаем надрез. Вкусно. Еще это зависит от того, как ты его разведешь. Водички меньше положишь, он будет такой густой. Его только можно ложкой вычерпать. Ну, я каждый раз по-разному делаю. Задумаешься, больше воды туда. Ну, жиденький, вкусненький. Вкуснотища. Выдавили. Сколько смогли. Ну, почтительнее. Вот такая трубочка получилась. Опа! Поторопился. Просто хочу успеть, чтобы у нас все в минуту укладывалось, чтобы вам долго не смотреть. И вот так вот, опять сюда мусор укладываем. Ну, так как усиленное питание у нас перед ВКД, надо еще творожку. Творожку много не бывает. Так, мы его сделаем. Вот. У нас есть такое приспособление. Ставим сюда. Раз. Зажим такой. Раз. Оп. И все. Будем теперь выдавливать с зажимом. Опять делаем надрез. Немножко подожмем, чтобы не брызнуло. Открываем. Так. Ну, и крутим. Творог с черно-смородиновым пюре. Такая вещь. Это просто что-то. Блаженство. Блаженство в космосе. Единственное, где можно. На земле я его даже не пробовал ни разу. Ну, единственный минус. Вот надо вытащить эту палку. Зажим. И опять надо будет свернуть. Оп. Торопимся вам показать, поэтому немножко разбрызгиваю. Все. Вот. У нас мусорок собирается. Следующая часть у нас нашего марлезонского балета. Это полезные вещи. Надо съесть курагу и чернослив. Курага для сердца. Вещь полезная и незаменимая. Поэтому сильнее съедаем, оставляем товарищу. И чернослив. Как говорится, чтобы быстрее вылетало то, что в себя заталкиваешь. Вещь полезная. Тернослив и курага. Вещь обязательная и полезная. Так. Так. Ну, и следующая вещь у нас в наш десерт ходит. Это йогурт с черносливом и за злаками. Вот эта вещь. Тоже мы ее сбрасываем. Ставим зажимчик. Зажимчики эти нам подарил Алекс Керст. Это с какого-то эксперимента. Надо было их, конечно, выкинуть. А они пригодились нам как раз для таких вещей очень полезных. И спасибо ему большое за это. Так. С йогуртом делаем то же самое. Открываем его. И ненаворачиваем. Смотрим, куда у нас капельки полетели. И ловим их. Оп. Протираем. Сразу. Очень вкусно. Ну что, остался у нас только чай. Чай у нас уже стоит. Фиксатор. Вот только доставим мундштук. Мундштук достаем. И... Что у нас за чай сегодня? С ароматом бергамота. Граб грей. Вкуснятина. Вот такой вот завтрак. С чаем можно конфетки поесть. Конфетки у нас двух видов. Грильяж. И мишки в лесу. Одну себе. Одну товарищу. Пусять, да. Мммм. Ммм. 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 Вот такой завтрак. Что не допил, на прищепку поставил. Потом допьешь. Ну, а теперь борьба с мусором. Просто уборка. И щепочки на место. Мусор сюда. Пакетик. Лишние пакетики, которые нам не нужны. Тоже сворачиваем. Можем туда убрать, если влезут. влезут. Вот. Аккуратненько. И теперь в резиновый мешок. сюда в резиновый мешок. Утрамбовываем. Тут у нас мусора уже достаточно набралось. Обязательно отжать. Чтобы у нас ничего там не бродило. Вот. Лучше отожмем. Больше нам влезет туда. И теперь герметизируем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть достаточно. И сюда. И все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова